Приветствую друзья на канале Каска. В этом видео мы с вами поговорим по поводу таймера резолюшена. Большинство людей говорят, что это как эффект плацебо, типа включил, а толку от этого. Буквально чуть-чуть окунемся в теорию, без духоты. А кому уже интересно, ссылки на различные статьи я оставлю в описании. Там же будут параметры и пути реестра, которые мы будем использовать в этом видео. Также оставлю архив со всеми программами у себя в телеге, для тех, кто захочет понизить задержку или повторить тесты. Лайки и подписка это приветствуется. Быстренькая рекомендация своего бусти и начинаем. Ребятки, если у вас есть желание, а самая главная возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией, как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут. Как всем этим пользоваться? Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть телеграм, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш дискорд сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Что вообще такое Windows Timer Resolution? По какой-то причине такая важная тема, но так мало инфы в Рунете. Чтоб далеко не идти, почти под каждым моим роликом, где я упоминаю таймер Resolution, люди задают вопрос, что это вообще и есть ли смысл от него. А если написать таймер Resolution в англоязычном интернете, то вы увидите, насколько больше там обсуждается эта тема. Таймер Resolution это таймер, встроенный Windows, с помощью которого Windows решает, как часто она будет обновлять информацию и синхронизировать ее с процессором. Чем ниже задержка, тем быстрее происходит обмен информацией, такие как звук, движение мыши, повышение FPS и даже минимизировать количество фризов. На Windows XP таймер Resolution был установлен на 15 миллисекунд, из-за этого увеличивался пинг, а также понижалась общая производительность. Начиная с Windows 7 многое изменилось, но были и до сих пор остаются баги, когда в некоторых версиях Windows 10 и даже Windows 11 задержка достигала 12-13 миллисекунд, хотя сама система указывает как 1 миллисекунда. Есть и обратная сторона медали. Низкая задержка, допустим 0.5ms, повышает нагрузку на процессор. Также могут возникнуть проблемы с совместимостью, потому что не все приложения или устройства запрограммированы на такую задержку. Отвечу на вопрос, откуда растут многие сомнения насчет работоспособности таймера Resolution? Windows 10 на версии 2004 перешла с мультитаймера на службу планирования мультимедийных классов. Кстати, я не знаю, правда или быть может миф, но как утверждают некоторые пользователи, при запуске Warzone 3 она автоматически выставляет таймер Resolution на 0.5ms. У кого есть возможность, проверьте, напишите. Так вот, чтобы снова вернуться в 2007, чтобы снова все это заработало, нужно сделать несколько манипуляций. Во-первых, я думаю многие из вас слышали об высокоточном таймере событий, или ШПЕТ. Раньше ШПЕТ существенно влиял на все процессоры в компуктере. Отклик, плавность работы и так далее. Но после некоторых изменений, таймер не функционирует на глобальном уровне и не зависит от других процессов. Что это значит для обычных пользователей? Таймер теперь работает лишь для запущенных на переднем фоне приложений и не может опускаться ниже принудительно заданных значений, что существенно ломает многие старые игры и не позволяет пользователю добиться былой производительности. Не забывайте, что ссылочки на материал в описании. Для начала нам нужно исправить высокоточный таймер событий. В поиске пишем RegiEdit и открываем редактор реестра. Переходим по этому пути и создаем параметр DWORD32 с названием Global Timer Resolution Request. Нажимаем два раза LKM и задаем значение 1. После этого нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системные устройства и отключаем высокоточный таймер событий. С первой частью мы закончили. Да, можно копнуть еще глубже, но для начального понимания этого достаточно. Далее открываем Latency Mon. Нажимаем на опции и ставим галочку на Kernel Timer Latency. И вот теперь мы уже готовы узнать нашу дефолтную задержку. Нажимаем Start Monitor и ждем некоторое время. Задержка слишком высокая. Наши настройки не применились, поэтому перезагружаем ПК. Уже после перезагрузки в дефолте мы наблюдаем от 1100 и до 1300. Если у вас винда свежая или вы не делали никакую оптимизацию системы, то скорее всего будет стандарт около 1800. А как оптимизировать винду, вы спросите? Мой бустив помощь. Ну или есть халявный вариант. Где-то на процентов 20 меньше инфы от платного. Ну ничего страшного. К просмотру обязательно работает на всех системах. Теперь давайте все-таки ответим на сотни комментариев по поводу таймера резолюшена. Большой процент говорит, что это все эффект плацебо. Так ли это на самом деле? Давайте узнаем. Нажимаем максимум. Текущее значение изменилось. И оно может слегка варьироваться. Зависит от поставленных задач, мощности, ПК и так далее. Действительно. Эффект плацебо на ваших экранах. Частенько работает на 600, 700 и иногда даже 500. Следующий у нас в списке MSI мод. Некоторые говорят, что если выбрать приоритет high для нашей видеокарты, задержка должна понизиться. Увы, но результаты говорят, что высокий приоритет никак не влияет на задержку. Ну и наконец, ISLC. Одна из моих любимых программ. Она не только понижает задержку, но и плюс работает с вашей оперативной памятью. Ставим галочку на Enable Custom и выбираем Rate MS 500. Задержка стала меньше? Да. Хуже ли справляется, чем тот же таймер Resolution? Не могу сказать точно. Нужны более подробные тесты. Тем не менее, мы можем выбрать даже 250 Rate MS. Но так не ставьте, потому что нагрузка на процессор может существенно вырасти. Да и могут появиться различные проблемы с производительностью. Плюс, зная вас энтузиастов, не используйте вместе ISLC и таймер Resolution. Предвидя ваш будущий вопрос, даст ли низкая задержка прирост к FPSу. Точнее, насколько сильно. В Fortnite мы получим очень минимальное повышение кадров в секунду. Если смотреть по FPSу, тогда задержка в 0.5ms принесет чуть лучший результат, чем задержка в 1ms. Но если смотреть по процессам и DPC, тогда задержка в 0.5ms принесет чуть-чуть хуже результата, чем задержка в 1ms. Пользоваться ISLC или Resolution на ваше усмотрение. Но отключить высокоточный таймер событий и прописать параметры в редакторе реестра, я считаю, необходимо. Как-то так, ребятки, получается. Экспериментируйте, настраивайте. И не забывайте подключить утюг в розетку. Для получения более низкой задержки, когда играете в кс-ку. До скорых встреч. Если что, насчет утюга это шутка. Не вздумайте так делать.